Джонг Мюнщик – фотограф, реставратор, мастер Тэмак Су. Специалист в области традиционной корейской архитектуры. Зодчий, отвечающий за реставрацию пяти дворцовых комплексов и королевских гробниц города Сеула. Целью своей работы считает не только сохранение корейского национального культурного наследия, но также фотоархивацию, документацию материалов для будущих поколений. Он предложил увидеть знакомую Корею с другой стороны, открыть много нового и интересного о стране утренней свежести. Я считаю, что очень много фотографов, которые делают великолепные снимки Кореи. Но у меня, как у человека, который работает на этих объектах, немного другой взгляд. Отсюда и такое название выставки – знакомая, незнакомая Корея. Я хотел бы показать незнакомые образы своей страны, чтобы зрители хотели приехать в Корею и увидеть ее уже такой. На выставке представлены фотографии, напечатанные на традиционной корейской бумаге и ткани, так же, как и на более привычных материалах. Большого и малого форматов, в цвете и монохромные – все они являются художественным свидетельством преданности мастера делу сохранения традиционного архитектурного наследия Кореи. Уникально посмотреть на Корею с глазами человека творческого, который видит ее несколько по-своему. И в этом смысле есть некая тайна, в которой хранится неизвестность Кореи. Каждая работа молодого фотографа открывает нам суть корейской традиционной эстетики. Их уникальность в том, что они сделаны в местах, посещение которых недоступно многим, в особое время – на рассвете или поздним вечером. Сама экспозиция представлена тремя сериями фотографий, условно объединенные в тематические группы – пространство дворца, дома и храма. Первое пространство, если говорить более детально, это как раз работы, которые непосредственно показывают то, чем занимается автор сейчас. Вот это пространство – это его детские воспоминания, воспоминания о детстве, как он видел храм в детстве. И последний зал – вы можете видеть работы о дереве, о том черепице, то есть непосредственно взгляд на цвятилище, которое расположено в городе Силу, сверху с черепицей. Эти фотографии мало кто может сделать в принципе. И камень, то есть как раз материалы, с которыми автор работает. На фотоработах нет изображения людей, однако вся выставка повествует о них. Здесь и святилище Чонме, где чувствуется торжественность исполнения погребальных ритуалов. Канат буддийского колокола, хранящий следы каждодневной монашеской практики. В потоке времени мы замечаем только материальные проявления вещей. Их душа видна единицам. Что не оставило свой след, однажды может исчезнуть навсегда. Поэтому Чонг на основе архива пытается воссоздать дух прошлого, а при помощи фотографий показать это всему миру. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом.